Спасибо, что вы нашу землю защищали и что вы победили в бою. Растите спокойно, мирно. Добрый день, земляки кингисерцы. И отдельно хочу сказать добрый день всей молодежи, которая сегодня сюда пришла для старта автопробега. Это, наверное, самая главная акция в развитии патриотизма, которая проходит на территории Кингисерского района. Сейчас лично у меня чувство переполняет гордостью за то, что мы так дружно, ежегодно проводим эту акцию. И в этом году, в юбилейный год 70-летия Победы, эта акция неожиданно возросла до 700 участников, до 60 автомобилей. Это значит, что мы все неравнодушны. Это значит, что память в сердце, в голове, в наших умах остается и будет оставаться еще многие-многие времена. И самое главное, что мы сегодня, мы, наше поколение, которое имеет уже детей, а может быть уже и внуков, опираемся на то великое дело, великие подвиги наших дедов и прадедов, которые были сделаны в эту тяжелую, кровопролитную, затяжную войну. К сожалению, время идет очень быстро. Но именно сегодня мы можем воспитывать наших детей, подрастающее поколение, на живых примерах наших предков. К сожалению, время идет очень быстро, их становится все меньше и меньше. А роль у нас, следующих поколений, возрастает в развитии патриотизма, в воспитании патриотизма у наших детей, у наших внуков. Чтобы они никогда не смогли забыть те тяжелые годы, которые пережили их предки. Чтобы они всегда помнили, что вот это мирное небо над головой подарили эти солдаты, эти войны. Весь советский народ бился за то, чтобы убрать фашизм с территории своей страны, да и всей Европы. Сегодня по-разному, к сожалению, трактуется победа советского солдата. Сегодня по-разному переписывается история. Но мы никогда не дадим это сделать на территории нашей страны, братских республик, которые, братских стран, которые сегодня, также и завтра в том числе, будут поддерживать, отмечать праздник победы 9 мая, 70-летие победы. 7 числа на Пискаревском кладбище наша делегация присутствовала при зажжении факела вечного огня. И частичка этого огня сегодня здесь, на территории Кингисепского района. И она сегодня через автопробег дойдет до каждого крайнего уголка Кингисепского района. Это и есть патриотизм. Это и есть боль, чувство за нашу Родину. Счастья, здоровья, мирного неба над головой. И завтра все увидимся. Добрый день, молодежь. 70 лет назад под Берлином, Карлс, Хорсте, была подписана капитуляция Германии перед советскими солдатами, которые положили на лопатки вооруженную до зубов европейскую армию. И этот день, сегодня 70 лет, мы сегодня отмечаем знаменательным автопробегом по нашим славным местам, где дрались наши солдаты в 41-м году и освобождая нашу землю в 44-м году. Наши обе стороны, и эта северная, и эта южная сторона, отмечены славными победами, славной борьбой тех, кто первый принял бой на нашей Кингисепской земле. Уважаемые участники автопробега, дорогие наши ветераны, вот сегодня стартует традиционное, ежегодное наше мероприятие, которое охватывает все больше и больше неравнодушных жителей нашего района. Чем отличается оно от всех предыдущих? Виктор Иванович уже сказал, в этом году проводится акция, в которой мы частицу вечного огня, вчера взятую из Пискаревского кладбища, провезем по всем нашим сельским поселениям. 45 городов героев и городов воинской славы увезли на свою малую родину частицу этого вечного огня. И сегодня этот вечный огонь, его частица здесь, на Кингисепской земле. Всем ветеранам низкий поклон, спасибо вам за наше светлое будущее. Спасибо. Память вечная, жертвам войны. Начинаем церемонию возложения венков и цветов к памятнику воинам, павшим при освобождении нашего города. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok